Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы мои, отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о ссылке за Дымяне. И перед этим хочу поговорить об вот этом чуде-чудном, диве-дивном Яне-красотке. Яночка, нельзя позорить так себя и свою семью. Возможно, вы срочно нуждаетесь в какой-то помощи, но только не знаете, как за ней обратиться. Вы пишите, мы все дружно вам поможем. Вытянем вас, так сказать, с вашего неадекватного состояния. Ну это ж просто, ребята, невозможно. Каждый видос по 15-20 комментариев. И, кстати, Яна, вы видите вот эти галочки? Вы залетаете сразу в теневой бан. И только я, жалея вас, оттуда выпускаю, потому что думаю, что, скорее всего, не с кем вам поговорить. Вот вы и прибегаете к людям и, так сказать, просите о помощи уделить и потратить на вас время. А если, ребята, без сарказма, вот так комментарии с какими-то недопустимыми словами и попадают в баны. Вот эта галочка, это надо каждый комментарий отдельно одобрять, чтобы вы и дальше могли писать на моем канале. Но да ладно, разговор не об этом. Поговорим о последнем Севкином видосе. И там, где он опу на пукан рвет, да не один рвет, а вместе с этой ганнушкой, Аннушкой самой, да даже муж ее подключился. Ребята, то, что я долго смеялась, это не сказать ничего. Я еще в прошлый раз прекрасно понимала, почему она защищает в конфликте между Надькой и Юлией Милой именно Надьку. Но там до конца вот этому проповеднику выступить не дали. Ее вовремя оборвали. А женщина, которая была, не помню, по-моему, то ли с Эстонией, то ли с Латвии, она вообще сказала, что не готова этого пастора слушать. И ганнушка это действительно некий пастор. Но у нее как Надьки, вот знаете, полпредложения родила, а дальше не нужно. На этом остановилась и пошла следующая рожать. А вы, называется, додумайте сами, что я хотела сказать и имела в виду. Она вот, знаете, такая Надька на минималках. Надька в молодости, но есть ей, могу уверенно заявить, куда расти. И я думаю, очень зря Севка ее в этот самый гостевой позвал. Потому что, по факту, ребята, уже к концу видоса сам не знал, как эту фурию восстановить и от нее сдыхаться. Потому что, вот знаете, она ворвалась в чат, но не обещала его покинуть. И он уже типа раз прощается, второй, третий. Да какой там, Аннушку не заглушить. И все это должны были слушать. Вот это вот обращение к нам, да и не только к нам, а к самому, к Севке. Ребята, я так понимаю, что даже Севка не мог вкурить, что она вещает и что она говорит. Были моменты, когда он прям, вот знаете, отчаянно зависал. Зависал, чтобы точно так же, как я, додумать остальное, что она хотела сказать. И знаете, самое страшное, тут непонятно, как ты додумаешь, правильно или неправильно. Но началось, знаете, вот так вот с того, что мы даем ей мотивацию делать добро. Анечка, да умойся наши мотивации, делай, верши это самое добро. Причем не останавливаясь. И что-то ты как-то вот очень мелко и жиденько плаваешь. Пора переходить на некие масштабы этого самого добра. Но что так скромненько, только жрачкой ты их закидываешь. Кока шмоточки очень любит. Парфюмы уважает. Переходи на вот этот уровень. И даже это, я думаю, для звезд такой величины будет маловато. Вот необходимо машины дарить, квартиры дарить. И тогда мы все увидим, насколько серьезно мы смогли тебя промотивировать. Ну, а почему нет? А если, ребята, без стеба и сарказма и всяких моих издевочек, да, то добро вот со стороны гавнушки для меня выглядит, мягко говоря, как-то странно. Я вот не знала, если ты отправляешь, например, человеку, у которого все есть какие-то подарки, что это является добром. Ну, вот хорошо, я, например, завтра иду по улице, встретила свою подружку, достала сумки-шоколадку и дала ей. Ну, так сказать, угостила. Я не знала, что я в этот момент совершила акт добра. Вот для меня это выглядит просто угостила. И никак я не смогу это прикрыть каким-то неким добром. Потому что я прекрасно понимаю, что даже если бы я эту самую шоколадку подружке не дала, она бы все равно ее раздобыла. Зашла в супермаркет и спокойненько сама оплатила. И здесь то же самое. В моем понимании добро, да, это накормить бездомных животных, помочь людям, возможно, оказавшимся действительно в трудных жизненных ситуациях. А такие люди есть. Помочь старикам, помочь детям, старикам брошенным. Очень, да, вот это формат добра. Незащищенные, так сказать, люди и животные. То, за кого некому заступиться. Вот дети-сироты. Вот это добро. Совершают даже люди добро без финансов, когда запускают в морозы, в холода, там, в ливни, дожди, животных погреться в подъезд, в какой-нибудь магазин, да, я не знаю, на вокзал. Вот это проявление добра. Пусть даже без финансового участия. А здесь вот как-то непонятно и загадочно выглядит это самое добро. Но, с другой стороны, возможно, она четко понимает, что севка дюже нуждается. То есть они реально с голоду помрут, если она это не отправит. Ведь все мы прекрасно видели, что если севке нечего жрать, вот именно халявного, да, то, что кто-то прислал, оно будет голодное сидеть, я не знаю, лапу свою смоктать. Потому что, если никто не купит, то и севка на себя любимого ни копья старается лишнего не тратить. Поэтому, возможно, она понимает, что все очень запущено. Поэтому, конечно, совершает некое такое добро. Но непонятно мне другое, севка. А ты лично вот нуждаешься, чтобы над тобой совершались некие акты милосердия и добра? Почему ты видишь, что она, допустим, да, ну, не совсем, возможно, психически здорова, может быть, какой-то у нее переломный период жизни, не направишь вот это ее действительное добро, как она заявляет, куда-то, где оно будет уместно и где оно действительно необходимо. Неужели тебе надо, чтобы вот тебя кормили, считая, что совершают это некое добро? Я так понимаю, над тобой прям какое-то шефство. Взяли не до отсевки помереть с голоду. И опять-таки, Анечка, очень скромно, нет масштаба, пора уже, я не знаю, открывать прям какие-то фермы и цеха, выращивать севки, коровушек, бычков, свинок на откорм, птицы туда побольше, какие-то плантации, сады, я не знаю, фрукту свою, овощи свои. Ну, что так миленько и жиденько. Вложиться так по полной и получать свои дивиденды. Вот эти вот проценты добра. И вы знаете, какое-то очень у нее однобокое добро. Потому что, как сказала своя Аннушка, всем добро ты совершить не можешь. И помочь тоже. Аннушка, неужели ты считаешь, что вот непосредственно севка и коки очень и очень нуждаются в твоей помощи? Вот по месту у тебя наверняка есть детские дома, где вот эти бы все фрукты и вкусняшки были как никогда уместны перед праздником детям, да, привезти каких-то гостинцев. И очень бы многие люди это делали. Только не у всех людей на данный момент жизни есть эта финансовая возможность. Но при этом люди, как никто, понимают, что такое настоящее истинное добро. А так получается, где-то добро ты делать не можешь, потому что на всех тебя не хватает. А вот севки, конечно, запросто. И, ребята, очень смеялась с вот этих вот постанов, которые Аннушка нам озвучивала. Но и это было еще не все. Вот, знаете, чем дальше в лес, тем больше дров. Мне казалось, что уместно было бы остановиться уже на этом акте добра и дальше не продолжать. Но не тут-то было. Ее прорвало и понесло. Ну и дальше давай, Аннушка, нам пояснять, что, к сожалению, не все люди верят в бескорыстное добро. Аннушка, вам плохо? У вас все хорошо? А почему я должна верить? Мне, в принципе, без разницы. Делаете вы кому-то какое-то добро? Не делайте. И почему люди, по вашему мнению, вообще должны об этом думать и как-то анализировать это все? Ведь, согласитесь, вы очень преувеличиваете свою значимость для людей. И уж тем более севки. Ну, люди зашли, посмотрели фрик-шоу, и каждый вышел обратно, да, с Ютуба и окунулся в свою жизнь. И только вы льстите себе и, вот, понимаете, тешите какую-то вот эту надежду и иллюзию, что все о вас круглосуточно прям и думают. Просыпаются с мыслью о севке задамяне и с ней же засыпают. Ну, и потом, ребята, следующее пояснение, что наш народ научился только пользоваться и использовать людей. И, да, брать от них только то, что им интересно, а не делать людям приятно и бескорыстно. Вы представляете глубину этой мысли? Мне интересно, Аннушка, а где вы вот его видели, что все прям пользовались и использовали друг друга? Я как раз-таки видела сплоченность людей и как люди по возможности кидаются спасать друг друга и помогать друг другу. Ведь если вы так рассуждаете, да, что все прям используют друг друга, стесняюсь вас спросить, а кто Надьки на колени-то скинул? Не севка свои 260-ка достал и не севка Надьки на трусы давал, а именно вот эти самые люди закрывали, да, эти сборы по 5-10 гривен. И сколько наши люди скидываются, когда матери стоят с протянутой рукой, прося спасти ребенка на операции какие-то сложные и так далее. И люди скидывают деньги на эти операции. И только вы пытаетесь так принизить собственный народ. И это такие вот, понимаете, прям щирые а-ля патриоты. А потом Аннушка резко, ребята, переключилась на кару и рассказывает всем нам, что зло должно и будет наказано. Наказано, ребята, все. Это занавес, это тушите свет. Я услышала, что там рядом муж, и мне вот хотелось на этом этапе так и сказать. Муж, уймите свою жену, заберите ее отсюда. Дети, уймите свою мать. Вырвите ее с цепких пальцев севки за Дамяна. Но, как оказалось, не все, ребята, так просто. И абсолютно было непрогнозируемо. Пока не оказалось, что и ее муж, Севкин, фанатик. И Дюжа, Дюжа его полюбляет. И вот так и представила их семейные вечера. Представляете, какая а-ля идиллия. Вот собралась семья за тихой атмосферой. Вечернее время провождения за столом. Всей семьей вкусный ужин. Помолились перед едой. Ведь Аннушка верующая женщина. И потом, после молитвы, быстрехонько севку-то и включили. А там, как всегда, полилось. Кабучие, такие всякие, будьте прокляты. Ну, в общем, знаете, в классическом жанре севки. И они после этой самой молитвы сидят и умиляются. Где к кино дырлятся. Ну, а чем реально не красота? Вот это вот оно. И самое главное, чтобы детки, ганнушки тоже вот этого дядечку смотрели. И наслаждались им так же, как наслаждается мамка и папка. А потом, ребята, началось вообще нечто зашкварное и самое интересное. Аннушка поведала всем нам, за что она уважает и любит сам Велку. Сейчас я вам все поподробно расскажу. Как оказалось, уважает его и любит за то, что 11 лет он на Ютубе. И не просто на Ютубе, а идет вперед. Непонятно, какой вперед он идет. Он все катится и катится назад. Но Ганнушка там пронаблюдала некий период, куда севка идет и стремится. Так вот, на своем жизненном пути он встречал всякие преграды. Но все их достойно преодолевал. Аннушка, если вы считаете жизненными преградами теневой бан на несколько дней, когда севки запрещали снимать контент, то да, это были очень серьезные испытания для него. Так вот, как оказалось, он шел, не сдавался. И при этом, самое главное, он не разменивался на другой контент. Вот представьте, ребята, что она пыталась этим сказать и донести, я понять не могла. Вот началось одно и переключилось на какой-то контент. Как оказалось, уважает именно за то, что он, не знаю, не поддался каким-то искушениям, не поменял другой контент, не создал другой контент и не переключился на другую аудиторию. Ребята, вообще, ну занавес, просто потушите свет. Но здесь, ребята, перестала я слушать, смотрю на севку, а тот завис, он тоже пытается понять, чего она хочет сказать и ему этим донести. Какой другой контент, какая другая аудитория. Никто из нас, походу, ни я, ни севка до конца не поняли. Вот севка, действительно, проявление твоих зрителей. Сам не можешь понять, чего в их балдах-то и творится. И здесь пору надо было подключать Надьку, как сурдопереводчика, чтобы она нам поясняла, так как на одной волне с Ганнушкой, что она вещает и что она хочет всем нам рассказать. И опять-таки, о какой смене контента. Ты вообще, Аннушка, вещаешь. Где севка, а где какая-то смена контента. Если человек привык подниматься на грязи и постоянно использовать эту грязь, заниматься манипуляциями и провокациями, то какой другой контент он тебе может создать. Он даже кулинарный канал забросил, потому что это не черный контент, а он сам зависим от этой грязи, он у ней как рыба в воде. Он прям нуждается, как наркоман, чтобы вылить очередную порцию говнища. А ты его благодаришь за то, что он вас не предал и не изменился. Ну а, ребята, с этой темой переключилась сразу на следующее. Представляете, какая там ума палата. Мегамоз как минимум отдыхает. Так вот, дальше нам поведали о том, что отдельно очень сильно уважает севку. Еще и за то, что он, ребята, четко шел по своему пути и никуда никому не сдался. Аннушка, куда севка должен был сдаться? И кому на растерзание стесняюсь спросить? Он вроде не находится в зоне боевых действий, чтобы он мог сдаться кому-то в плен или не сдаться? О чем вы вообще вещаете и что говорите? Ну а потом, ребята, все. Там уже все, понимаете, гусики с головочки разлетелись и обратно слететься даже не обещали. Вот там понеслось уже какие-то жабы, какое-то болото, некоторые помрут за своей завистью. Потом какие-то проценты адекватных приумножатся с процентами неадекватных, объединятся в нечто целое, превратятся единый процент в адекватных. И все. Ну я просто начала смеяться. Из-за собственного смеха я уже дальше не могла полноценно ее слушать и воспринимать. И знаете, ребята, что самое страшное? Вот такие люди, которые заявляют о зависти к продуктам, я понимаю, что на самом деле у них нет никакого вот этого заявленного севкой ими же самими вот этого уровня, на который они претендуют. Потому что если у человека все хорошо и эти деньги на него не сейчас, да, бах и свалились, а он их действительно зарабатывал до войны, он знает, что он их будет зарабатывать после войны, то он не может себе даже представить, что люди будут завидовать куску сливочного масла, гранате или мандарине. И только людей, на которых, знаете, вот это нежданчиком свалилось, в их понимании, если они отправили жратву, то все, всех прям разорвало, всех, я не знаю, все потекли, я не знаю, обмякли от вот этой зависти и сидят просто не дышат. Поэтому я очень на самом деле сомневаюсь, что Аня та, кем она себя представляет. И мало того, вообще, самое вот это, знаете, гаденькое, жиденькое, когда нечего ответить, и все это переводится всегда в рамк вот этой самой зависти пресловутой. И вот прям сидят болезненные и только об этой зависти вещают. Вот когда больше нечего сказать, и вот это в основном фишечка блогеров сразу начинается. Вы мне завидуете. Вот они пишут гадости, потому что они мне завидуют. И так причем сплошь и рядом, только есть какой-то маленький процент адекватных блогеров, которые подобные вещи никогда не произносят. Ну и дальше Аннушка пригласила к разговору присоединиться мужа. И вот там, ребята, вообще был зашквар. Но так как это военный, то, конечно, его я трогать не буду. Я просто процитирую некоторые военные, некоторые моменты. И скажу так из-за моего уважения, что это военный, я буду максимально лояльна. Ну, во-первых, начнем, как всегда, что муж ее поддержал в том, что люди завидуют и пусть завидуют. Это было, есть и будет. Вот знаете, ну странно вот эти моменты какие-то слышать от мужчины. Вот я не знаю, ну мне кажется, не способен мужчина вот в таком формате думать. Мужчина все-таки никогда не уподобляется подобному, каким-то склоком, скандалом, конфликтом, интригом. Ему это не нужно и неинтересно. Копят за эту самую зависть. Вы хоть нам бы рассказали, чему мы должны вот так масштабно завидовать Севке за Дамяну. Потом этот же муж нам рассказал, что Севка делает и говорит правильные вещи. Я извиняюсь, мужчина, вы точно Севку смотрите от корки и до корки. И вот в вашем понимании и мировоззрении Севка поступает и делает правильные вещи. И вас вот как военного реально ни разу от Севки не коробит и не мандражирует о том, что он говорит и как он действует. Странно, ребята, когда люди считают, что это очень правильные вещи и слова. Дальше он подытожил, что у Севки все хорошо и с интеллектором, и с психикой. Севка не психопат. Я стесняюсь спросить, молодой человек, откуда такая уверенность и познание? Вы же вроде бы не психиатр выдавать свою какую-то экспертизу и оценку Севкиному состоянию и поведению. Вы вроде как повар, а перешли совсем в другой формат обсуждать Севкино психическое состояние. И, кстати, Севка, а ты сам почему молчишь? Не ты ли нам доказывал раз за разом о том, что ни в коем случае никто не имеет права ставить какие-то диагнозы или какие-то заключения, не видя медицинской карты и не видя анализы? Так вот, этот самый военный не видел твоей медицинской карты, твоих анализов, а уже твоей вменяемости как раз-таки и делает свои какие-то оценочные суждения и нам их озвучивает. Ребята, на этом я буду заканчивать. Это будет первая часть обзора, а еще будет вторая. Поэтому увидимся с вами и услышимся во второй части. Всем хорошего, теплого, уютного вечера. Прощаюсь, мои дорогие. До новых встреч.